Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Из важных событий, напомню, что сегодня уже стартовали досрочные парламентские выборы в Великобритании, избирательные участки открылись несколько минут назад и выборы пройдут в течение сегодняшнего дня. Ну а мы давайте посмотрим, что у нас происходит на текущий момент по основным инструментам. Пара евро-доллар уже несколько торговых сессий подряд не может преодолеть отметку 1.1283, максимум которой был 6, 7 и 5 июня. Вчера во второй половине торговой сессии мы видели уход ниже отметки 1.1240, минимум в которой были 6 и 5 числа, что в свою очередь нам говорит, что пара пока в краткосрочной перспективе не может преодолеть данную область. Вполне вероятно, по данной причине мы можем увидеть коррекцию по паре евро-доллар уже с последующим продолжением движения в область 1.13 и продолжением восходящего тренда. Пара британский фунт и американский доллар также продолжает свое восходящее движение. Вчера были обновлены локальные максимумы, доходили до отметки 1.2968. И на текущий момент ближайший разворотный уровень по данной паре находится в области минимумов, которые были вчера, область 1.2867. Ближайшие цели по уже движению восходящему это область 1.30. Пара австралийский доллар и американский доллар также продолжают свое восходящее движение. Сейчас торгуемся вблизи отметки 0.7554, среднесрочный уровень. Уже преодоление данной области откроют при посылке на дальнейшее движение уже к 0.77. И ближайший разворотный уровень на текущий день находится в области 0.7498, минимум который был зафиксирован вчера. Пара американский доллар и японская иена также продолжают свое нисходящее движение. Вчера доходили до отметки 109.11. И на текущий момент ближайший разворотный уровень мы можем отметить по максимуму, который был зафиксирован 5 июня, область 110.77. Пара американский доллар и канадский доллар вчера в второй половине торговой сессии скорректировалась, обновили максимум в области 1.3482, что нам может говорить о начале краткосрочной восходящей тенденции по данной паре. Если пара преодолеет отметку 1.3540, то вполне вероятно мы увидим дальнейшее уже движение в область 1.36. Но на текущий момент в среднесрочной и долгосрочной перспективе основная тенденция остается на снижение, по крайней мере до тех пор, пока пара торгуется ниже отметки 1.3541, максимум который был зафиксирован 2 июня. Пара еврофунт также корректируется. Вчера во второй половине торговой сессии мы видели уход ниже минимумов, которые были 6 июня, отметка 86.91, что в свою очередь нам говорит о начале краткосрочной нисходящей тенденции по паре евро на британский фунт. Преодоление же области 87.54 подтвердит дальнейший настрой на укрепление евро против британского фунта. Золото продолжает свое восходящее движение. Вчера во второй половине торговой сессии скорректировались к минимуму, закрылись ниже открытия. Поэтому здесь нужно взять во внимание локальные минимумы, которые были зафиксированы 5 июня. И если золото уйдет ниже отметки 1.277 долларов за тройскую унцию, то начало коррекционного движения по данному активу будет вероятно. На текущий момент тенденция на укрепление золота также остается в приоритете. Нефть снижается. Вчера обновили локальный минимум в области 48.75. И основная тенденция также остается на снижение данного актива. Ближайший разворотный уровень находится на максимуме, который был 6 июня, значение 7.49.93. Индекс DAX продолжает торговаться в боковом диапазоне, который обозначен верхней границей 12.864, нижней границей 12.530. На текущий момент находимся практически в середине данного диапазона. В краткосрочной перспективе индекс DAX снижается. По индексу доллара мы также видим попытки обновить локальный минимум. Вчера не смогли это сделать. Вместо этого ушли выше отметки 96.75, что нам также может говорить о начале краткосрочного коррекционного движения по данному активу. Уход ниже отметки 96.45 подтвердит продолжение нисходящей тенденции, которая сейчас также остается в приоритете по данному активу. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исааков Роман и увидимся на следующей неделе. Всем спасибо и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok